В настоящее время в Энгельском районном суде смотрится исковое заявление заместителя прокурора города Энгельса Саратовской области, которые выступили в интересах в лице Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области о сносе восьми капитальных, по их мнению, сооружений, строений, которые расположены на территории турбазы Малиновка. Прокуратура города Энгельса считает, что те постройки, которые находятся в сооружении в количестве восьми штук, они являются объектами капитального строительства и, соответственно, подлежат сносу. Мы с этим не согласны в полном объеме, поскольку турбаза Малиновка у нас существует с 2009 года, то есть, соответственно, уже большое количество времени, и до 2023 года проходила турбаза Малиновка многочисленные проверки, как со стороны Министерства природных ресурсов и экологии, так и со стороны прокуратуры областной и городской, областной и Энгельской. И последнее заключение, которое у нас имеется в материалах дела, это заключение от 2021 года, которое было приобщено Министерством природных ресурсов и экологии, где говорится о том, что объекты некапитальные. Соответственно, такое долгое время у нас объекты были некапитальными, проверки все турбаза Малиновка проходила, никаких претензий не было, и вот в 2023 году прокуратура вышла о сносе, считая, что они капитальные. Мы с этим не согласны. Дело в том, что у нас есть в материалах дела досудебное исследование, которое представлено стороной прокуратуры, и также имеется отдельное от досудебного исследования фотография. Она сделана со спутника. Сторона истца полагает, что это геодезическая съемка, на которой они видят 8 домиков. А мы говорим о том, что это не геодезическая съемка, потому что она проводится абсолютно по-другому. В этом году выезжает инженер, то есть лицо геодезист, по-другому их называют, который обладает специальными познаниями, со специальной техникой, оборудованием, и уже производит замеры. Нам, к сожалению, сегодня представитель истца не смог пояснить, кто выезжал, когда выезжали, или какого числа. А вот эту фотографию, которая имеется в материалах дела, она сделана со спутника и находится в общем доступе в публичной кадастровой карте. Сегодня в судебное заседание явилась пресса, для начала которую суд не допустил, к сожалению, с видеозаписью, с введением видеозаписи. Ходатайство заявлялось об отводе суди, поскольку все-таки мы полагаем, что есть заинтересованность суда, и имеются теперь уже сомнения в объективности и беспристрастности суда по отношению к ответчику ИСУ. Нам было отказано в отводе судьи, заседание продолжилось, после чего нами было заявлено ходатайство о проведении выездного судебного заседания непосредственно на турбазе Малиновка. Поскольку на четвертом, вот сегодня было четвертое судебное заседание, нам истец не может пояснить, сколько же они заявляют домиков и какие номера, поскольку на территории турбазы Малиновка не восемь домиков, их больше. А прокуратура нам пояснить не может. И суд нам, к сожалению, тоже не дает слова пояснить. И, соответственно, мы заявили ходатайство о проведении выездного судебного заседания непосредственно на территории турбаза Малиновка, чтобы все мы могли установить точное количество домиков, какие это домики. Но нам также было отказано. Продолжение следует...